О том, как сильно в нашей стране обнаглели чужеземцы, прибывшие из республик Средней Азии, можно судить по высказываниям главы узбекского землячества Ватандош Усмана Баратова, который сперва сравнил наших ребят с петухами, а потом и вовсе назвал президента России Владимира Путина гастарбайтером. Она себе отчет дает, о чем говорит-то. Если говорить о гастарбайтерах, цитировать, какой-то гастарбайтер необразованный. То ее начальники, президент России Путин и бывший президент России Медведев, они ведь тоже гастарбайтеры, которые приехали из Санкт-Петербурга работать в Москву. Юридические, они тоже гастарбайтеры, это внутренняя миграция. Вы что, с ума сошли, что ли? Впрочем, вероятнее всего Барата в ближайшие годы будет высказывать свою точку зрения в местах с менее теплым климатом, чем на его исторической родине. Против обнаглевшего товарища Следственный комитет по Москве уже возбудил уголовное дело. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Кроме этого от Баратова заблаговременно открестились и соотечественники. Представители узбекской национально-культурной автономии Москвы распространили сообщение, в котором отрицают вовсе какое-либо участие Баратова в деятельности узбекской диаспоры. Однако Баратов — это лишь капля в море. Мигранты порасползлись по нашей стране в таком количестве, что для того, чтобы их поставить в стойло, понадобится не одно десятилетие. Последние новости, пришедшие с завода в Ростовской области, наглядно демонстрируют, какую змею мы пригрели на своей груди. Как стало известно, 15 января в городе Шахты, на заводе «Химпэк», группа гастарбайтеров из Таджикистана в количестве 60 человек устроила забастовку, сорвав тем самым производственный процесс. Причиной возмущения пришлых специалистов стало несогласие с условиями труда и размером заработных плат. Причем на проведение этой акции мигрантов подбили и в соплеменники, которые ранее трудились на предприятиях в Великобритании. Как эти личности оказались в нашей стране, это отдельный вопрос, но уже высказывается предположение, что они покинули Туманный Альбион по причине нарушения тамошнего законодательства. Но самое интересное, это требования, которые выдвинули гастарбайтеры к руководству завода. Как было сказано выше, их не устроил размер заработных плат, и они требовали их поднять на 20-25%. Однако, если вы думаете, что незаменимые специалисты получали на предприятии гроши, то вы глубоко заблуждаетесь. Дело в том, что завод им исправно выплачивал около 85 тысяч рублей ежемесячно, что, согласитесь, довольно неплохо для тех, у кого на родине средняя зарплата составляет 1564 самани, то есть чуть более 10 тысяч рублей. Россияне, получающие в среднем 50-60 тысяч, обомлели от подобной наглости. Рабочие из Таджикистана требовали повышения заработной платы на 20-25%. Хотя в прошлом году руководство завода Химпэк повысило им оклады на 15%, в результате средняя зарплата составила 85 тысяч рублей, то есть около 930 долларов. Но этого им оказалось мало, и теперь они требуют повышения окладов до 100-105 тысяч рублей, сообщил представитель администрации завода. Надо отдать должное руководству предприятия, оно не стало возиться с обнаглевшими чужеземцами и выгнало в Зашей 35 таджиков, среди которых были и зачинщики, нахватавшиеся демократии в Британии. Казалось бы, после столь решительных шагов, горячая головы плохо говорящих по-русски пришельцев должны были несколько остудиться, но не тут, то было. У нас же страна хлебосольная, дружелюбная, а главное чутко прислушивающаяся к мнению государственных органов дружественных стран. После того, как 35 таджиков выставили за ворота завода, в дело тут же вмешалось представительство Минтруда Таджикистана, которое каким, то чудесным образом сумело отменить решение, принятое руководством предприятия, и в результате 25 таджиков вернулись на свои рабочие места. В ходе приведенной встречи рабочая группа из числа наших представителей ознакомилась с условиями жизни и труда на предприятии и установила, что работодатель выполнил все свои обязательства по заключенному с работниками трудовому договору и не допустил никаких нарушений, отметили в представительстве. То есть эти господа приехали на предприятие, провели проверку, а затем снисходительно заявили о том, что, дескать, на заводе все нормально, можете продолжать работать. Просто нет слов. Мы провели переговоры с руководством завода, и все недоразумения были устранены. В результате 25 человек вернулось к работе, доложили о своих успехах представители рабочей группы из Минтруда Таджикистана, отдельно подчеркнув, что их ведомство держит ситуацию под контролем. Не сильно удивимся, если окажется, что руководство завода Химпэк принесло таджикам свои искренние извинения и повысило им оклады до требуемых 105 тысяч рублей. Что можно сказать? Эксперты неоднократно предупреждали, что засилие иммигрантов у России это мина замедленного действия. Случай на заводе Химпэк в очередной раз служит доказательством того, что Запад не дремлет. Забастовка в шахтах – это наглядный образец профессиональной работы западных спецслужб, а учитывая, что зачинщики прибыли из Великобритании, то можно смело предположить, что речь идет о МИ-6. Да и по очерк похож, выбрать предприятие, выпускающее критически важную продукцию, и сорвать при помощи предварительно подготовленных гастарбайтеров производственный процесс. Стоит отметить, что завод Химпэк – это крупнейший производитель мешкатары, поставляемый на металлургические, химические, стекольные, строительные, керамические и прочие предприятия. Перебои в работе завода способны парализовать многие производства в нашей стране, так как выпускаемую ими продукцию элементарно ни в чем будет транспортировать. Поэтому не стоит считать это рядовым конфликтом, это конкретная попытка нанесения стратегического удара по всей системе транспортировки грузов, в том числе в направлении Крыма и вновь присоединенных регионов. Константин Малафеев считает, что ликвидация диаспор, ликвидация параллельных институтов позволит на практике реализовать принцип равенства всех людей перед законом. В современной России для этого все есть, в том числе и для иностранных граждан. Каждый из них в любой момент может обратиться за помощью в консульство своей страны. С другой стороны, каждого из них от произвола и нарушения закона защищает в России полиция. Если мигрантам этого недостаточно, значит, вещь на самом деле идет не о защите и в законных прав и интересах, а о том, что они формируют по этническому принципу своей общественной организации для того, чтобы обходить закон, а также для того, чтобы покрывать тех своих земляков, кто совершил преступление. Это недопустимо, с этим следует покончить раз и навсегда, подчеркивает Константин. Также на днях вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой произнес слова надежды для каждого русского человека. Все эти национальные диаспоры, землячество и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти землячества лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Также подкупают местную власть, отмазывают собственных боевиков, крышуют полулегальный бизнес и запудивают всех остальных. Поводом для выступления Толстого послужило оскорбительное высказывание в адрес русских людей руководителя межрегионального узбекского землячества Усмана Баратова. Но эта формулировка крайне возмутила вице-президента Союза азербайджанцев Лунура Гусейнова. В корне не согласен с его высказыванием и никак невозможно такие меры принимать. Он должен извиниться перед всеми народами, которых оскорбляют его высказывания, заявил Гусейнов. При этом стоит заметить, что в своих высказываниях Кетр Толстой не допустил уничижительных или оскорбительных высказываний в адрес других народов, а лишь констатировал реальную ситуацию. Конечно, пока еще рано сильно радоваться. Предложения Петра Толстого и действия Александра Бастрыкина еще ничего не означают, но то, что чиновники озвучили вслух мысли народа, очень хороший знак. Тем, кто приехал в Россию, но ненавидит нашу страну, тем, кто из-под тяжка хулит все русское и размещает ядовитые посты в соцсетях против наших ребят, тем, кто глумится над традициями, верой и культурными ценностями русских, пренебрегает законами, всем этим представителям озвучивается единственный совет. Дяди Туралы, церемониться больше никто не будет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.